Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять? Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты слышал то же, что и я? Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ты охуел, друг, это шутки такие, что? Тихо, тихо, тихо. Ты можешь разбудить его в любой минуте. Через два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо. Будь по-твоему. А колба уцелеет? Блядь, насос. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. ПА-400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее. Так, ладно, контейнер. Как он выглядит, хотя бы? Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. Желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный контейнер, майор. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Сохранение банды. Майор. Оружие или способность? 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 Продолжение следует... 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 Красс, ну не может же быть, чтобы каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы. Раз в два-три дня. Да ты заколебешься через день ходить по четырем отделам за колбом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые и вредители уничтожены. Береза приходит в норму. Отлично. Оттаивает Березка. Оптимальный температурный режим восстановлен. Вегетативный электрогенератор Береза ПК-4 функционирует в штатном режиме. Подача видания... Мы сделали это, товарищ майор. Я сделал это. Не примазывайся. Я оказывал поддержку и помогал морально. И хер с тобой, ладно? Помогал. Живой хоть? Живой хоть? Хоть вопрос и не имеет смысла, но спасибо. Я в порядке. Мы готовы уходить? Да, конечно, хуле ждать-то. Дело сделано. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс могилов. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Храс. Как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробность его смерти неизвестна никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт. Жаль человека. Но что же тут загадочного? Некоторых людей озадачивает определенные нюансы этой истории. Какие, например? Полимер. По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей того печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Но бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Ну, это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал? Вместе с академиком Сеченовым. Ну, чертовщина какая-то. Продолжение следует... Нам нужно добраться до станции «Лесная» и сесть на поезд до станции «Солнечная». Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Майор, оружие или способности? Сохранение пунктов. Майор, оружие или способность? Майор, оружие или способность? Продолжение следует...